Добрый вечер! Вы смотрите ОСТВЕСТ, европейский информационный канал на русском языке. В эфире дайджест новостей в студии Марфа Смирнова. И вот главные темы. И снова эффект Макрона или эффектное выступление французского президента в Европарламенте. Европа перерождайся, дорогу либеральным ценностям и WE миграционной политики Ангела Меркель. Нелиберальной демократией в некоторых европейских странах недоволен не только Макрон, но и сами избиратели. Венгрию, Словакию, Чехию захлестнула волна протестов. И масштабная кибератака России на США и Великобританию. Хакеры, близкие к Кремлю, ответил ли сам Кремль? На страже Европы. Французский президент Эммануэль Макрон приехал во вторник в Страсбург, чтобы выступить в Европарламенте с посланием к европейскому народу и таким образом снова пролоббировать свои проевропейские реформы. Я не хочу позволить этому убийственному заблуждению, которое, важно не забыть об этом именно здесь, подталкивает наш континент к бездне. Это иллюзия сильной власти, национализма, отказа от свободы. Я отвергаю идею, которая распространяется по Европе, что демократия якобы обречена на безвластие. Перед лицом авторитаризма, который окружает нас со всех сторон, ответ – это не авторитарная демократия, а власть демократии. Но авторитария… По сути, это один в один предложение Ангела Меркель в области миграционной политики. Только формулировка позитивная. Меркель говорит, не дадим денег тем странам, которые не принимают беженцев. Макрон говорит, мы дадим деньги тем странам, которые принимают беженцев. Чувствуете разницу? Более того, во Франции Меркель даже стали называть мадам Ноу, как она пока что не особо поддерживала идею своего французского коллеги реформировать Европу. И кроме того, как написала сегодня газета «Лимон», целью этой речи французского президента было реабилитировать явление эффект Макрона. Полгода назад в университете Сорбонна Макрон уже произносил громкие слова насчет будущего Великой Европы и предстоящих реформ. Общие европейские налоги, общие европейские выборы и так далее. И главным партнером во всех этих свершениях должна была как раз стать именно Германия. И в этот четверг Ангела Меркель примет французского президента в Берлине, после чего станет понятно, превратилась ли она из мадам Ноу в мадам Уи. А вот накануне своей речи в Страсбурге, Эммануэль Макрон дал интервью французскому телеканалу BFM. Скажите честно, как вы собираетесь возрождать Европу с бывшими коммунистическими странами, которые отказываются принимать беженцев и мигрантов, и с Европой Виктора Орбана, с его речами, которые напоминают нам предвоенное время? Я принимаю Европу такой, какая она есть. Мы можем жалеть об этом. О избрании Виктора Орбана. Я, как и вы, сожалею об этом. Я совершенно не разделяю его ценности. Но он есть, и его избрали. Да, он в Европе не единственный. В Европе растет так называемая нелиберальная демократия. Ну, недоволен нелиберальной демократией отныне не только Макрон, но и сами избиратели. В Венгрии, Словакии, Чехии. В эти дни на улицах в этих странах собрались десятки тысяч митингующих. Что стало импульсом этих протестов в Восточной Европе на эту тему? Сейчас очень много дискуссий в европейской прессе, поэтому сейчас на связи с нашим каналом Дарья Сухарчук, обозреватель портала евротопикс.нет. Даша, привет. Так что же могло все-таки стать импульсом вот этого вот массового недовольства в Восточной Европе? Да, ты права. На этих выходных в аж трех европейских странах, Венгрии, Чехии и Словакии, прошли массовые протесты, о чем пишут, конечно же, многие газеты. Ну, начнем, пожалуй, с Венгрии, где протесты были, пожалуй, самыми массовыми. В Будапеште, по некоторым оценкам, на улице вышло до ста тысяч человек. Ну, кто-то пишет, что всего десятки тысяч. В любом случае, это самые масштабные протесты, самые массовые протесты за последние десятки лет, которые видела венгерская столица. Выступали против выборов, которые, как многим казалось, были проведены несправедливо, требовали новых выборов и по новым правилам, поскольку существующие правила были написаны при Орбане, и, как считают его противники, он писал их сам под себя, таким образом создавая неоправданные преимущества для своей партии Фидес. Кроме того, выступали за свободную прессу, поскольку, как тут, может быть, многие помнят, буквально через день после выборов была закрыта самая большая оппозиционная газета, Венгрии и Мадьор Немзет. В венгерской прессе мнение относительно того, как оценивать эти протесты, тоже можно себе представить диаметрально противоположные. Например, оппозиционно настроенный еженедельник ХВГ размышляет о протестах с некоторой даже лиричностью. Их корреспондент в этих протестах присутствовал на улицах Будапешта сам и говорит, что протесты — это отдушина для разочарованной и задыхающейся страны. И он говорит, что, конечно, нет ничего удивительного в том, что десятки тысяч людей вышли на улицы, поскольку они недовольны результатами выборов. И в нормальной политической ситуации, говорит он, эти протесты были бы тоже вполне здоровой реакцией. Однако в ситуации в Венгрии к ним относиться стоит значительно серьезнее, поскольку правящая партия Фидес не учитывает интересы никого, кроме своего собственного электората, а тех, кто за них голосовал, как будто бы даже не существует. Ну а проправительственное Ориго говорит, что пишет, конечно же, совсем противоположное и говорит, что те, кто протестует, недовольные результатами выборов, они просто против самой по себе демократии, не уважают волю большинства и даже вообще европейские либеральные ценности. Ну, я не знаю, что бы они еще могли написать. В общем, формулировка, по-моему, логичная, учитывая, что это проправительственная газета. Но ведь, кстати, о свободе... Да, но с другой стороны, их замечания довольно справедливы, и они говорят, что за Фидес проголосовало действительно большинство, и к этим людям, как минимум, стоит прислушиваться. Ну, ты сказала вот о свободе прессы в Венгрии, но ведь о свободе прессы много говорили и в Словакии, особенно в свете убийства журналиста. Там что-то подобное сейчас тоже происходит, и что об этом пишут? Тоже наболело? Да, в Словакии все значительно драматичнее, и массовые уличные протесты там происходят уже не первую неделю, после того, как был убит журналист-расследователь. Я напомню, что его застрелили вместе с его девушкой в загородном доме. На волне этих массовых протестов в отставку ушел уже премьер-министр, министр внутренних дел. Их сменила новая команда, но новый министр внутренних дел уже опять ушел уйти в отставку, успел уйти в отставку вот буквально в начале этой недели. И словацкая газета «Денник» пишет, что это, несомненно, потому что он не смог справиться с этой ситуацией, а протесты не утихают. И протестующие теперь требуют отставки начальника полиции, главного словацкого, поскольку он, по их убеждению, не может провести достаточно квалифицированное расследование этого убийства. Я напомню, что журналист занимался расследованием связей итальянской мафии с словацким правительством, и за это якобы и поплатил за свою жизнь. Я бы, кстати, еще не забывала про соседнюю Чехию, где у власти ведь тоже правые популисты, и как раз та самая нелиберальная демократия, о которой столько говорил Макрон сегодня. Да, чешского премьера Бамиша можно по-своему назвать даже одним из самых одиозных политиков Европы на сегодняшний день. Но его и называют самым радикальным, да. Да, самым радикальным. Он возглавляет чешский список самых богатых людей, номер один в списке Forbes, можно себе представить. И пришел он к власти в октябре того года, сейчас он премьер-министр. Он пришел к власти на волне... Ну, его привела к власти, простите за оговор. Созданная им самим Организация недовольных граждан, как он это назвал, Альянс недовольных граждан. И пришел он с очень радикальными лозунгами. Например, главным собственным его лозунгом было прекращение нелегальной, как он говорил, эмиграции, то есть называя вещи своими именами беженцами. И он уже успел начать давление на либеральную прессу, вернее, прессу, находящуюся в публично-общественном владении, то есть это газеты и радиостанции, которые зависят в том числе и от государственных денег. И именно по этому поводу выходили на улицу наши чешские соседи на этой неделе. Не знаю, как тебе, но мне кажется, вопрос вот этого французского журналиста Макрона вполне резонным. Макрон говорит о каких-то паневропейских идеях, когда вот под боком, по соседству происходит то, о чем ты только что нам рассказывала. Да, ну, действительно, протестов огромное количество. Не будем забывать еще и о Польше, в которой протесты, ну, вот на этих выходных их там, кажется, не было, но с другой стороны там происходит регулярно, потому что там у власти тоже довольно радикальное правое правительство, которое, извиняюсь, прославилось за последний год своими попытками изменить судебную систему, фактически подчинить ее правящей партии, с одной стороны, ну, и еще ужесточить абортное законодательство, с другой. Именно последнее вызывало, пожалуй, одни из самых массовых протестов, знаменитые черные протесты, кадры, которые, наверное, все видели. Я присутствовала там сама в Варшаве, когда сотни тысяч людей, в основном женщин, полик выходили на улицы, оспаривая свое право на доступ к абортам. Тоже трудно назвать эту идею какой-то либеральной, я имею в виду идеи правящей польской партии. Что в данной ситуации делать Меркелю, Меркель и Макрону с их европейскими идеями, вообще представить трудно, но с другой стороны, трудно представить, чтобы они могли как-то повлиять на ситуацию в этих странах. Да, согласна с тобой, Даша. Спасибо тебе большое за эту беседу. Это была Дарья Сухарчук, обозреватель портала евротопикс.нет. В общем, Даша, спасибо еще раз и до новых встреч. Ангела Меркель совершенно ясно дала понять, что Германия считает Россию причастной к химатакам в Сирии. Что касается химической газовой атаки в Сирии, то само собой разумеется, что Россия, как союзник Асада, также несет за это ответственность. Тем не менее, я намерена поддерживать открытый диалог с Россией. И если мы хотим достичь мирного урегулирования в Сирии, нам нужно иметь возможность общаться с Россией. Россия будет играть определенную роль в любом решении, которого мы достигнем. Конечно, необходимо заявлять о любых конфликтах и разногласиях, но с другой стороны, нам также необходимо поддерживать открытый диалог. О том, что именно Германия сможет стать тем самым мостом между Западом и Россией, говорил сегодня и министр иностранных дел Хайко Масс. Мы говорили о Сирии и необходимости начать политический процесс после военных ударов по Сирии. Это то, что мы обсуждали вчера на встрече министров иностранных дел в Люксембурге. Это станет и темой на саммите Большой Семерки. Надо использовать этот момент, чтобы возобновить политический процесс. Да, и нам нужна Россия в этом диалоге. Потому что без России не будет никакого политического решения этого вопроса. И поэтому мы ждем и от Москвы содействия. Диалог будут налаживать уже с глазу на глаз. Меркель переговорила сегодня с Владимиром Путиным по телефону и анонсировала их скорую встречу. О дате и месте обещает, однако, сообщить позже. Но, учитывая, что это будет их первый личный разговор за два года, встреча явно будет непростой. Российские хакеры, причем хакеры, которых поддерживает Кремль, добрались до миллиона роутеров. Об этом в понедельник вечером заявили Национальный центр по гибербезопасности Великобритании вместе с ФБР и Министерством внутренней безопасности США. Масштабная кибератака, так ее назвала европейская пресса, заключалась в том, что хакеры заразили вирусами роутеры по всему миру. В основном они взламывали государственные структуры и крупные компании, чтобы добыть информацию, проходящую через эти зараженные устройства. Цель, по словам представителей британского правительства, подорвать работу других государств и дестабилизировать экономику. Официальной реакции Москвы до сих пор нет. Пока что ответило только российское посольство в Лондоне. В Великобритании в последнее время звучало много предупреждений о возможной кибератаке со стороны России в ответ на авиаудары по Сирии и инцидент в Солсбери. Эти сообщения являются продолжением опасной тенденции британской риторики. И напоследок, если вдруг вам показалось, что уже на улице слишком тепло, или вы успели соскучиться по зиме, то вот, смотрите, марафон на Северном полюсе. Марафон на Северном полюсе. Просто невероятно! Я простой грек, поэтому это не совсем правильное место для меня. Это как если бы эскимос бежал по пустыне. У него были бы такие же ощущения. В общем, совсем не моя среда. Но я очень рад. Это, конечно, неожиданно. Никогда бы не подумал, что на Северном полюсе могу стать победителем. Как-то, по-моему, они не особо быстро бежали. Но, с другой стороны, я, наверное, согласна с этим греком, хоть и из-за России чувствовала себя бы так же не в своей тарелке, как и он. На этом у меня все. До встречи в программе «Восток-Запад» в эту пятницу. А сразу после смотрите программу «ПС Комментс» с моей коллегой Ольгой Романовой. Хорошего вам вечера!